Привет, меня зовут Марина. Сегодня очередные покупки и распаковки сайта Валберис. Делюсь отзывом, хорошие они или нет. Пробуем, щупаем. И поехали. А, ссылки по возможности оставлю, либо артикулы. Смотрите на экране и цены, и артикулы на товары. Так вы просто быстрее их найдете на Валберис. Я всегда ищу самые низкие цены. Это кофе. Сейчас быстренько вам его покажу. Все его любят. Прекрасно приходят упакованы. Ничего не разобьется. Все безопасно. Две баночки выгоднее приобрести, нежели одну. Обычно банка стоит 300 с копейками рублей одна. А здесь, по-моему, 600 рублей две. Или меньше 600 рублей. Я уже не помню. Вкусный кофе с ароматом карамели. Не со вкусом, а именно с ароматом. Я думаю, все знают. Не кислый, не противный. Нам нравится. В магазинах, к сожалению, почему-то я в наших не вижу. Именно с ароматом карамели. Далее не я. Заказала вот такую сумочку. Сумочка сама по себе из эко-кожи. Подходит документы в ней носить. Карман у нее есть один. Мягкая, достаточная. Это эко-кожа. И, кстати, это даже производство не Китай, а Беларусь. Что порадовало. Надежда, что она проживет дольше. Такие ручки длинные, которые вешаются на плечо. Крепко все прошито. Швы, как видим, хорошие. Именно шоколадный цвет. Видите, город Минск. ООО «Мирткани». И стопроцентный полиэстер. Прошито все хорошо. Кармашек с кнопочкой идет магнитный. К углу боти. Телефон сюда прекрасно войдет. С обратной стороны ничего нет. Внутри идет подклад. Такой не сильно шуршащий. И замочек обязательно. Кстати, внутри еще один карман. Только сейчас увидела. На замке. И, кстати, глубокий проверила. Замочек прекрасно работает. Сумочка глубокая. Документы спокойно А4 сюда входят. И у продавца разные цвета. Разные расцветки. И в нагруженном виде, не плоском, она прям смотрится хорошо. И устойчиво стоит. У нас в семье был юбилей. С мужем 30 лет совместной жизни. Это жемчужная свадьба. И мне надо было какой-то аксессуар найти. Такой, чтобы простенький. На один раз использовать его. Это такой жемчужный ободок. Пришел вот именно в таком виде. И здорово, что продавец позаботился именно об вот такой упаковке. Его теперь хранить именно в таком виде я могу. В будущем, конечно, я внучке его отдам. Я его уже один раз использовала именно на свою вечеринку праздничную. Рублей 150 он стоил. Но после того, как я его приобрела, на него цена упала вообще 120 рублей. Самая низкая цена была у этого продавца. Что я могу о нем сказать? Он, конечно, если носить его целый день. Я носила его, наверное, почти что целый день практически. По часам. Сначала он мне скользил на голове и пытался соскочить. Поэтому я всего лишь навсего тут невидимками закрепила. По одной невидимке с каждой стороны. И прекрасно он держался. И больше даже не пытался соскочить у меня с головы. Вот, смотрится очень симпатично, мило, мне нравится. И я, в принципе, очень даже была рада, что я его приобрела. Не стала заморачиваться за какими-то другими украшениями. Ну и мне вот плохо фокусирует. Слава богу, пришел вниз ободранный какой-нибудь ободок. Все жемчужинки тут у нас на месте и все целые. Кстати, посмотрите, какая у меня красивая вазочка. Мне ее подарили гости в виде жемчужины. Она обалденная. Я прям в нее просто влюблена. Она прям переливается, как настоящая жемчужина. Естественно, был еще такой подарок, как самовар. Сестричка мне подарила самовар на этот праздник. И, естественно, через Валберес мне его отправила. И я по пути выдачи его получила. Сейчас быстренько вам его покажу. Его мы использовали на свой праздник. Естественно, всем понравился. Классно работает. Выполняет свою функцию. Быстро нагревается. За минут 15-27 литров нагревается. Топить его можно дровишками, щепками, углем и шишками. У кого что найдется. Муж мой растапливал щепками. Маленькими такими дровишками. Пришел полностью целый в коробке. Хорошо в пленке. Прям был замотан. Все было целенькое. Мы были очень рады такому подарку. Классный. И плюс еще в этом подарке оказался маленький подарочек. В виде трех баночек меда. Кстати, еще не пробовали. Специально вставала до видео, чтобы уже тут попробовать вместе с вами. Вкусно или нет. Красивая подарочная коробка. Выглядит все шикарно. Легко мыть. Адекватную стоимость нам пишут. С той как механическим погреждением конструкции. Не боится перегревать без воды. Ну, мы только с водой. Несколько раз его кипятили. Не требуется оловянный защитный слой внутри самовара. Наружная поверхность не окисляется от прикосновений. Надежные сварочные соединения. В общем, абсолютно новые, не реставрированные. У нас предупредили. Вот такая точно у нас модель. И у продавца есть разные модели. По крайней мере, вот эти две я увидела. Наши самовары изготовлены по старинным лекалам. Размеров, тулов и емкости для нагревания воды. Россия-производитель. Упакована все в бумагу, что здорово. Вот такие упаковочные. Есть вкладыш, типа паспорта, сертификата. Со всеми подробностями. А внутри лежал вот такой подарок. Все три вида меда вкусный, замечательный мед. И немножко отличается по вкусу от нашего местного. Что естественно. Далее обувь. Я приобрела и купила еще несколько недель назад. Я совершенно забыла вам ее показать, так как убрала ее в комнату. И благополучно за нее забыла. Но сейчас не могу не похвастаться своей покупкой. Так как у нас осень. У нас на данный момент на Кубани сейчас жара. Но впереди осень. Нужна обувь. Качественная обувь. Поделитесь, кто покупал такой бренд. Я уже покупаю третью пару обуви. Мне она очень нравится от этого бренда. Чистая кожа. Хорошее качество. И надежная. Идет, как всегда, в пыльнике. Демисезонные сапоги. Как всегда, все хорошо здесь упаковано. Так что кожа никогда не придет замятая. Все отлично. Если нужны именно качественные сапоги, то это они. В прошлом году я покупала эко-кожа, так скажем. 2300 рублей берцы черного цвета. У меня, представляете. Притом, потому что подошва была хорошая. Кстати, показывала. И мягкий был верх. И все равно у меня все тут заломалось. Потому что, ну, ясное дело, что вид не очень презентабельный. Поэтому я обновила в этом году. И причем взяла такой коричневый цвет. Сейчас именно сделаю съемку вам на улице, чтобы было видно конкретно цвет. Я боялась, что они придут рыжие какие-то. Нет, они пришли красивого цвета. Именно коричневого. Даже с шоколадным оттенком. Популярная модель Челси. Кстати, они выполнены из натуральной бычьей кожи. Подклад в ботинках и самостелька выполнены из свиной кожи. Подошва идет из нескользкой резины. Кстати, она неплохо гнется. Значит, не лопнет. По бокам есть резиночки. Они тянутся вполне нормально. У меня нога не узкая. Для меня они немного просторные. Я на 39-й размер свой полный взяла 40-й. Так же, как и предыдущие кроссовки и кеды. И как раз носочком будут сидеть идеально. Не жмут, не трут. Просторные внутри. При этом, при весомой подошве, они не тяжелые. Прошиты хорошо. Нет никакого клея, ниток. В луже, в сырую погоду, в самый раз. И долговечные. То мне еще нравится, что у обуви, что кроссовки, что кеды, что эти сапоги. Очень удобная колодка. Комфортная для ноги. Сапожки отличные. Хочу теперь себе зимние заказать. Выбора у них там достаточно. Я приобрела вот такую штуку. Сейчас скажу, что это такое. Я заказала тут такую интересную вещь. Называется перцовый сувенир. Знаете, чтобы ходить было безопасно по улицам. Всякие собак тут кишмя кишит у нас. От насекомых. В общем, вот такой перцовый сувенир. Ни разу не пользовалась и не тестила. В общем, вот так примерно выглядит. А там Китай, по-моему, производитель. Продавцов много. Разных сувениров, таких вы найдете на Валдерсе. И на Зуне, по-моему. Далее я заказала опять мыло хозяйственное. Кто-то мне в комментариях под прошлым видео написал, что я буду дарить его на Новый год. Ну, я, конечно, все, кто плохо чего-то написал, все их забанила, естественно. Запас беру. И чем это мыло отличается от прошлого? Прошлое мыло я вам показывала, Краснодарское, оно классное. Мылица отлично выполняет свою работу. Оно было 75%. Оно не годится для мытья тела. Это мыло уже, во-первых, здесь, по-моему, 350 грамм. Но по весу, естественно, оно меньше, чем 350 грамм. Здесь 60%. Этим мылом можно уже мыться. Хоть в бане. Муж у меня любит мыться таким мылом. Вот я для него и заказала. Вот так выглядит. Кстати, приятно пахнет с хозяйственным мылом. Оно не вонючее, не ядреное. В общем, запах нормального хозяйственного мыла. Половинку муж у меня уже отрезал и забрал. Пользуется. Довольный. Это мыло более мягкое, щадящее. Поэтому замечательно подходит для тела. Хорошо пенится. Также можно мыть им и посуду, удалять пятна на вещах. В общем, оно универсальное. Кстати, забыла вам в прошлый раз оставить отзыв о пудре, которую я вам показывала, распаковывала. 150 рублей где-то она мне вышла. Типа Корея. Уж не знаю, Корея это или нет за 150 рублей. Она мне понравилась. Тонко наносится. Мелкая. Не сыпется никуда. Ничего не забивается. В общем, никакого раздражения нет. Мягко наносится. Она там еще, по-моему, идет с коллагеном. В общем, понравилась пудра. И по цвету тоже вполне. Даже сейчас летом уже кожа загорелая вполне подходит. Там два цвета. Натуральный и такой светловатый оттенок. С приятным ароматом. Так что мне понравилось. Я уже начала пользоваться. Осталась довольна за такие копейки. Хочу показать вам вот такое нижнее женское белье. В наборе 4 штучки. Красивое, ежедневное, симпатичное, с высокой посадкой. Единственное, что они были, естественно, новые. Они как бы и не остаются. Но я их уже постирала. Я их отсняла. Все хорошо сделала. И нечаянно файл при монтаже удалила. Пришлось просто переснимать уже в постиранном виде. Вообще у продавца идут совершенно разные цвета. Вот так вот, видите, здесь прошито хорошо. Нет никаких кужав, которые я не люблю. Но это на любителя. Резиночка. Они хорошо тянутся, замечательно. Мне нравится вот этот узор. Так вот вставленный шелковистая достаточно ткань. Я этикетки все выбросила. Даже не помню теперь уже какой у них и состав. Кстати, да, я покупала размер 50-52 на свой 54. Отлично подошли. И как бы больше, мне кажется, и не надо приобретать. Удобная такая высокая посадка. В составе спандекс 8%, хлопок 92%. В общем, очень комфортные, удобные. Производство Китай. Обратная сторона это хлопок идет, трикотаж. Уже не шелковистый, такой стандартный. Размеры от 48-го до 62-го. А может быть, даже 66-го подойдут. Так как, видите, я на размер меньше приобрела. И они мне как раз. Все мои покупки подошли к концу. Как всегда, товары еще в пути. Скоро выйдет новое видео для вас. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. А вам большое спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Всем пока.